Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня брокколи, самые вкусные сосиски, кюрзнамя, отварила 2 яйца, вот такой вот у нас напиток и покупное пюре, причем большое в этот раз взяла, вот, бигпон. Такое густое, горячее. Будем с вами кушать. И давайте приступим. Хотелось бы ответить на вопрос от Иришки273. Ирина, здравствуйте! Спасибо, что смотрите, очень приятно. Здравствуйте, Айка! Часто смотрю ваши ролики. Спасибо! Хотелось бы спросить вас. Хочу отдать девочку фигурное катание, либо на гимнастику. Если бы у вас была дочь, в какой вид спорта вы бы его отдали? Окей, насчет того, что я пока что не хочу детей, и почему я не хочу детей, и так далее, замужество, и все такое, я расскажу что-то попозже. А насчет вида спорта, это, конечно, ну, ребенку куда хочется, это прежде всего. Прежде всего, желание ребенка. Все остальное неважно. Самое главное, что хочет ребенок сам. Мне больше нравится художественная гимнастика. Я сама хотела заниматься художественной гимнастикой, но родители... Горячее пока что пюре. Но родители как-то меня не отправили. Если честно, я вот с детства, у меня вот это вот желание, я думаю, если у меня будет дочь, когда-нибудь, когда она будет, вот я обязательно ее отдам в художественную гимнастику. Если у нее тоже будет желание этим заниматься, я буду только рада. Ну, а так... Ну, а так... Я, если честно, пока что вообще не хочется мне детей, но на меня очень-очень сильно давит мама. Папа, я бы не сказала, что особо давит, но мама говорит, что надо выходить замуж, нужно создавать семью и так далее. Мой парень очень хочет семью, очень хочет, прежде всего, детей. Он обожает детей. У него есть племянники, он прям с удовольствием с ними нянчится. Вот мне иногда в комментариях пишут, айка, по тебе видно, что ты прям умираешь, хочешь выйти замуж. Я вот могу ответить таким комментаторам, что вы, наверное, очень плохо меня знаете. Когда мне было лет 18, я вот реально безумно хотела выйти замуж. Мне это казалось как сказка, свадьба, белое платье, гости, праздник. Я думаю, блин, а когда я выйду замуж? У меня было огромное желание, но когда я поступила в универ, не все правды, знаете, говорят правду. И у нас была девочка, еще у меня была у подруги подруга, когда мы с ней виделись. Эта подружка тоже приходила вместе с нами там в кафешку где-то посидеть, поболтать о том о сём. И она была замужем, и она рассказывала о трудностях своих жизненных. Жила вместе с родителями мужа. Все вместе жили и всегда рассказывала про трудности, про какие у них проблемы, то, что они постоянно ругаются с мамой мужа. Вы знаете, чем дальше я как-то начала возрослеть и понимать, что все не настолько гладко, как кажется со стороны. Конечно, это белое платье и один день праздника, это, конечно, круто. Но вся дальнейшая ответственность. И не только она. Я замечаю, что у многих проблемы там в семейных отношениях там, не знаю, разные проблемы. И у подруг там, и у родственников. И когда я смотрю на все это, я понимаю, что мы и так и круто живется. Я просто знаю, как только я выйду замуж, все на меня будут давить. А когда дети? А дети? А дети? Даже вы уверена, что вы тоже будете об этом спрашивать. Многим, наверное, покажется странно то, что я сейчас скажу, но я живу самые счастливые годы в своей жизни. Вот эти последние, не знаю, три года. Я независима. Я зарабатываю. Куда хочу, трачу деньги. Многие, наверное, пишут, вот, ты не путешествуешь, сидишь дома. О каких счастливых годах жизни идет речь. Но я себя чувствую свободной. Я себя чувствую счастливой. Не знаю, я занимаюсь любимым делом. Мое это любимое дело хорошо оплачивается, например, да. У меня есть основная работа, есть свое хобби. Не знаю, я купила квартиру, хочу купить машину, как-то развиваюсь. Мне в этом плане очень повезло. То есть у меня парень такой, он всегда говорит, не хочет заниматься домашними делами. Мы наймем женщину, которая приходит, убирается. Например, у моей подруги дома так. Один раз в неделю она приходит, убирается, готовит. Готовит даже пельмешки, там, манты и все-все-все. И во многом, говорит мой парень, говорит, я тебе буду помогать и так далее. Я очень люблю детей. У него у сестры есть дети. Он с удовольствием идет и ей помогает. Очень любит детей. Но почему-то чем больше на меня давят, и со стороны мамы, и со стороны парня, и со стороны общества, тем меньше мне этого хочется. Вот реально, искренне вам говорю. Чем больше меня спрашивают, а когда замуж, а когда что, чем меньше мне этого всего хочется. Я не вижу ничего плохого, если человек создать семью, например, после 30. А потом бежу в комментариях. Начинает, ой, парень, видимо, на тебе не женится. Вообще, в этом разговоре я уверена, что многие меня не поймут. Понятное дело, мы все с вами разные. У кого есть дети, семья, кто счастлив, я как бы безумно рада за вас. Вы молодцы. Но я всегда думаю о том, что вот эти годы я вернуть, к сожалению, не смогу никогда. Люди вокруг, они не понимают, что чем больше они настаивают на этой теме. Вы знаете, я бы вышла замуж, если бы я знала на 100%, что никто меня не будет напрягать по поводу детей. Вот. Но я-то знаю, что оно так не будет. Поэтому, не знаю, возможно, я неправильно делаю, что говорю на такие слишком личные темы. Возможно, об этом стоит помолчать. Потому что, когда я рассказывала про права, мне одна дама пишет, хорошо вы манипулируете своей аудиторией. Мне кажется, наоборот, если бы я не ответила на вопрос про права, это как раз таки бы выглядело как манипуляция. Потому что люди спрашивают, а я типа создаю интригу. Или я могла бы просто сказать, а ну да, я сдала, все офигенно. Зачем позориться? Если бы я хотела на этом сделать тему, я бы сняла несколько видео, рассказала бы в подробностях, на какой именно вопрос я не ответила, где именно я завалила. Но если бы вы заметили, никаких подробностей я не рассказывала. И меня специально никто не заваливал. То есть я сама не выучила. То есть надо говорить честно, не надо никогда никого обвинять. Вина целиком и полностью на мне, на моей немножко безответственности. Я почему-то думала, что все так легко пройдет. Оказывается, все не так легко, как кажется. И получаю такие комментарии, когда ты стараешься быть максимально искренней, а получаешь комментарии по поводу того, что ты манипулируешь там кем-то, пытаешься на всем сделать тему. Уже просто иногда хочется не рассказывать, чего там, а говорить на какие-то общие темы. Моя любимая книга, не знаю, мой любимый фильм, обсуждать какие-то передачи. Не говорить ничего личного, если вы в это не верите, если вам кажется, что это все придуманное. Чем старше я становлюсь. Я опять же, как Собчак, не говорю о том, что я никогда не хочу иметь детей, у меня отвращение к детям. Я смотрю на чужих детей, и я умиляюсь реально. Но в то же время я смотрю на мамочек, которые просто как белки в колесе вот вокруг этого ребенка. То есть нету минутки свободного времени. Я просто смотрю на этих людей и понимаю, а смогу ли я так? А есть те, у кого двое, трое детей, считай, всю себя посвятили своему ребенку. я смотрю на таких людей, я понимаю, блин, молодцы девчонки, конечно, очень круто, но я не готова. У меня жена двоюродного брата, она вообще истребитель, она все успевает, у нее все чисто убрано, дети воспитанные, спокойные, сидят все по лавочкам, все круто. Я смотрю на нее, но в принципе у нее так ничего. Я хочу прийти к этому как-то в более осознанном возрасте или как сказать. Я считаю, 30. Нормальный возраст, чтобы завести ребенка. Надо было сосисочек больше взять, а то я столько это и взяла. Брокколи. А сосисок так мало. Если честно, я даже не надеюсь, что прям все меня поймут, поддержат. Просто хотелось бы сказать всем мамочкам, которые смотрят мой канал, у кого есть детишки, есть у вас двое, еще больше, огромный вам поклон. Реально вам надо вешать медальку на грудь. Я к этому пока что не готова. И почему-то мое окружение не понимает меня. Некоторые ставят мне диагнозы, что это неправильно, ненормально. Девочка после 20 уже должна хотеть семью, детей и все дела. Но когда-нибудь я обязательно хочу детей. Просто я хочу их не сейчас. Я мечтаю о двух тачурках. Именно девочки мне больше нравятся. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Если у нас с вами мнения совпадают, обязательно пишите. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok